И сегодня мы разбираем следующий хадис, хадис десятый, передается от Табита ибн Дахака, рада Аллаху ангу, что он сказал, что однажды один человек дал обет, Назр, дал обет во времена пророка, посланника Аллаха, саллаллаху алейху саляма, чтобы, какой обет он дал, он дал обет зарезать верблюда в местечке, которое называется Буана. И посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляма, спросил его, точнее, и он пришел к посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляма, и сказал, что поистине я дал обет, что я заколю верблюда в местечке под названием Буана. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляма, спросил его, был ли там какой-то, допустим, идол, либо какой-то объект поклонения во времена джагилии, которым люди поклонялись, и он сказал, и люди сказали нет, то есть люди ответили пророку, саллаллаху алейху саляма, нет, не было. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляма, спросил, было ли там какое-то собрание, праздничество, то есть в котором есть какой-то праздник, какое-то праздничество, какие-то собрания в этом месте, во времена джагилии, из их праздников, из их собраний. Хорошо, люди сказали нет. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейху саляма, сказал, выполни свой обед, исполни свой обед, то есть то, что ты обязался исполнить, потому что нет, исполнение обета в том, что является ослушанием Аллаха и в том, что не владеет сына Адаку. Итак, в хадисе в этом речь о таком планете, как ан-Незр. То есть, Незр это обет, то, что мы переводим. Что такое Незр вообще в арабском языке? Незр от слова Инзар. Инзар это Иблях, то есть донесение до чего-то. Когда человек о чем-то предупреждает, к примеру, хорошо это назвать имзар, предупреди своих ближайших родственников. Своих родственников. И отсюда, допустим, слово Незир, Незир, который увещевает, предупреждает. Хорошо? Незр. Почему тогда Незр, обет, назван именно таким вот именем, таким вот названием? Как будто бы человек, который дал обет, он знает о себе, знает свою душу, и поэтому обязывает себя каким-либо поклонением и боится, предупреждает себя, смотри, только не ослушайся, Аллах смотри, не оставляй это поклонение. То есть, как будто бы близко к этому смыслу, поэтому Незр назван Незером. Однако, в смысле шариата, что такое Незр? Незр это, когда человек обязуется выполнять какое-то поклонение. То есть, обязательство выполнения какого-то поклонения. То есть, то, что для человека изначально не является обязательным, человек обязуется это выполнить. И неважно, с какими-то условиями или без условий. То есть, у нас есть обусловленный Незр, обет, и есть необусловленный, абсолютный Незр. То есть, обусловленный, когда человек ставит условия. «О Аллах, если ты сделаешь то-то, то я сделаю то-то, то-то». И без условий. «О Аллах, я сделаю то-то, то-то». И в Коране у нас приходит, как, допустим, Аллах, Субхану Ва Тааля, рассказывает о Марьям, как она сказала, «Инни назарту лир-рахмани саума». Я дала обет милостивому, что соблюдать пост. Я имею в виду пост, когда она не говорила. И вот этот назар, обет, он делится на несколько видов. Во-первых, это «назалта», то, что называется «назалта», то есть обет в повиновении Аллаху Субхану Ва Тааля. Допустим, человек обязует себя совершением какого-то поклонения. Допустим, говорит, что даю обет, к примеру, поститься в такой-то день. Или же выполнить молитву в таком-то месте, хорошо? Выполнить молитву в такое-то время, да, если это не запретное время. Если, допустим, или зарезать ворона, к примеру, хорошо, если мой больной, к примеру, выздоровеет, это является обетом, которым есть повиновение, потому что человек обязуется выполнять то, что является поклонением. И его хукам макруха, его хукам, то, что это нежелательно, это является порицаемым. То есть нежелательно изначально произносить вот это вот. Нежелательно изначально себя обязывать чем-то, тем, что тебя Аллах смотри не обязал. Потому что переходит от Абу Грейра, пророка, салаллаху алейкум, что он запретил незр. Пророк, салаллаху алейкум, запретил незр. И сказал, что поистине незр, он не меняет кадр, он не меняет предопределение. Однако Аллах как будто бы выводит из человека скупого, жадного посредством этого обета. То есть человек жадный, хорошо? Он не хочет просто так, он вот как будто взамен, заплату какую-то хочет совершать это поклонение. Однако, если человек уже его произнес, то обязательно его необходимо выполнить. Обязательно его необходимо выполнить соответственности единогласными ненемчатами. То есть в этом разногласии нет. Второе это назру маасия. Назру маасия. То есть это обет ослушания. То есть обет совершить что-то, что является запретным само по себе. То есть допустим человек дал обет, что он выпьет алкоголь. Если Аллах исцелит его больного, к примеру, и так далее. Тогда понятно, что выполнять этот обет является запретным. То есть исполнять этот обет является запретным. Однако обязательно что? Обязательно искупить этот обет. Совершить искупление. Искупление подобное тому, как человек искупляет, то есть когда искупает, кратку когда дает. Кто знает какое искупление за кратку? Допустим человек поклялся, сделал то-то, то-то и потом не сделал. Какое искупление? Кто помнит? Накормить, во время не одеть. Накормить, одеть. По выбору дальше. Три у нас. Три на выбор. И четвертое, если не можешь, первые три вещи. Освобождение раба, понятно, что. Если есть рабы. Либо накормить десять бедняков. Либо одеть десять нуждающихся. Хорошо. Накормить десять нуждающихся. Либо одеть десять нуждающихся. Если человек не может ничего из этого, тогда создать пост в течение трех дней. То есть некоторые люди, они ошибочно, ошибочное представление имеют. Они сразу же переходят, что? По сту трех дней. Хотя у них есть возможность, к примеру, кормить. Или же одеть десятерых нуждающихся. То есть это не делает. Правильно, что человек на выбор выбирает. Либо одеть десять нуждающихся. Либо накормить их. Либо освободить раба, если есть. А если же у него нет финансовой возможности для этого всего. Тогда уже переходит к соблюдению пост в течение трех дней. И то же самое обед. То есть когда человек дал обед, не выполнил его. Или же обед он дал, который является ослушанием Аллаха Субхану Раху Таалю. То есть обед, который является ослушанием. Он обязан его не выполнять. И обязан его таким вот образом искупить. Вот сказал, как сказал, это в соответствии со словами Ибн Нас'уда. То есть до вот этого Ибн Нас'уда. Он говорит, что Нет выполнения обеда ослушания Аллаха. А искупление его, это искупление за клятку. И сказал Ибн Аббас, радаиллаху, Обед бывает двух видов. То, что ради Аллаха, то в этом есть. То в этом исполнении. То есть необходимо его исполнить. А то, что для шайтана необходимо искупить. Так, мы сказали, что первый обед, это является обедом подчинения Аллаху. Необходимо его. То есть является изначально нежелательным. Однако необходимо его искупить. Не искупить, извиняюсь, а выполнить. Второе сказали, что это обед ослушания. Понятно, что изначально запрещено его давать. Но, если человек дал, ему и запрещено его исполнять. Однако необходимо искупить. Он должен искупить. И третий вид, это обед, который является ширком. Обед многобожий. Что значит многобожие? Это когда человек дает обед не Аллаху, а допустим, дает обед какому-то умершему, какому-то валию и так далее. И это будет большим многобожием. То есть это не будет малым многобожием. То есть в чем-то, мы как видим, аннезр и клятва не Аллаха, они имеют сходство. То есть клятва и аннезр в чем-то имеют сходство? В чем? В искуплении. В чем-то у них есть разница. Потому что само по себе клятва не является поклонением. А незр сам по себе это уже поклонение. Незр сам по себе это уже поклонение. Почему? Потому что незр как будто бы ты требуешь что-то у Аллаха. Допустим, требуешь, чтобы исцелился твой больной. Даже если ты без условий каких-то так незр сделал, как будто бы ты требуешь у Аллаха награды. Это в любом случае незр это будет поклонением. Поэтому посвящение этого обета не Аллаху, когда человек просто дает незр, что каким-то умершим там и так далее. Это является поклонением, это является многобожием. То, что поклонение необходимо посвящать одному Аллаху, то есть это не будет малым. То есть тут нет малого многобожия, что касается незра. Поэтому сказал шейх Руслан Тиме, и не дозволено человеку давать обет, никому не дозволено давать обет, кроме как обет подчинения, повиновения. И не дозволено давать этот обет, кроме как Аллаху, а кто дал обет не Аллаху, то является многобожником, подобным тому, как человек постился не ради Аллаха, сделал земной поклон не ради Аллаха, совершил хадж в какой-то могиле, допустим, и так далее. То есть это является многобожием. И поэтому так же он сказал, шейх Руслан Тиме, فَإِنَّ النَّذِرَ قَصْدُهُ تَقَرُّبْ إِلَى الْمَنْذُورِ لَهُ رَجَاءَ نَفْعِي وَخَوْفَ دُرْوِهِ Потому что надир, то есть человек, который дает обет, его цель какая-то приблизиться тому, кому он дает обет, надеясь, что на его пользу какую-то, и остерегаясь его, то есть его вреда, его зла. Также из этого хадиса мы берем вывод следующий, это то, что недозволено поклоняться Аллаху в месте, где поклоняется не Аллаху Субхану Ху-Та'али. То есть в месте, где совершаются обряды многобожие, допустим, какие-то и так далее, недозволено поклоняться Аллаху Субхану Ху-Та'али. Не дозволено в этом месте, что резать животное. Ради Аллаха. Мы не говорим не ради Аллаха. Не ради Аллаха, понятно, что незволено, это является многобожиим. Но даже ради Аллаха в этом месте, что непозволительно резать животное, это не будет многобожиим. Хорошо, потому что он режет ради Аллаха. И мясо от этого не становится, джазак Махайрон, недозволенным. Кроме как если это обряды какие-то особые и так далее, сейчас мы об этом не говорим. Но в целом, если человек режет ради Аллаха. В том месте, где приближаются люди не к Аллаху посредством поклонения каких-то. То есть, допустим, у идолов каких-то, у каких-то могил и так далее. Почему это запрещено? Это запрет с точки зрения того, что называется в шариате То есть, когда ты прикрываешь пути к запретному. То есть, у нас есть то, что является запретное само по себе и запретное, что по причине другого чего-то. В данном случае, резание, допустим, животного в месте, где поклоняется не Аллаху, где режут животных не ради Аллаха, допустим, и так далее, является запретным именно по этой причине. Саддун лидария. Чтобы предотвратить в дальнейшем, что это может перерасти и в многобожие в дальнейшем. В то, что люди начнут резать не ради Аллаха, субхану Раху, ва Та'ала. Тут же вопрос разберем, дозволено ли совершать намаз в церквях, к примеру, христианских, либо еврейских, иудейских, в местах поклонения. Передет Аль-Бухари, рахимахуллах, что Ибн Аббас сказал, нет проблем в том, чтобы совершать намаз в церкви. И передает так же, что передается так же Аль-Бухари, что Ибн Аббас, раду Иллахангу, совершал намаз в Аль-Бия, то есть в месте поклонений иудеев. Кроме как вот в месте поклонения их, в котором есть скульптуры. То есть Тамасиль это скульптуры, которым люди поклоняются, хорошо, либо там через них они говорят, что там поклоняются Аллаху, либо для красоты они там ставят и так далее. То есть, как видим, Аль-Бин Аббас, он дозволял совершать, что в таких местах, кроме мест, в которых есть вот скульптуры. В церквях, если у них есть скульптуры, есть изображения вот эти, тогда не позволял. Некоторые ученые скажут, что это является нежелательным в любом случае. Есть там скульптуры, нет скульптуры, скульптуры и так далее. Однако более близко к истине Аллаху, что если в них есть вот эти вот скульптуры, изваяния вот эти вот, хорошо, то это будет подобно совершению молитвы в мечети, которые построены на могилах. Или же будет подобное совершение намаза в каком-то, допустим, месте, где собраны идолы. Хорошо? Потому что в данном случае человек, который совершает намаз, он как будто бы, он похож на того человека, который поклоняется не Аллаху, субхану ау-та'аля. Даже если что, изначально его намерение намаз посвящать Аллаху, субхану ау-та'аля. Поэтому запрещено нам, допустим, совершать намаз на восходе солнца, на закате солнца. Почему запрещено? Потому что солнцепоклонники поклонялись солнцу в это время. И запрещено нам уподобляться им их поклонений. Также, слова пророка, саллаллаху ау-та'аля, а также передается от Ибн Амар, что он сказал одному из христиан, он сказал, мы не заходим в вашей церкви по причине изображения, которое в них, в этих церквях. Также, вопрос в этом хадисе разбирается на соответствии с словами пророка, саллаллаху ау-та'аля. То есть, он спросил, было ли там какое-то празднество из празднеств невежества, времен невежества. Аид мин айады аль-джагири. Во-первых, что такое Аид? Хорошо, Аид это день, в который люди собираются для чего-то, для того, чтобы что-то отмечать, к примеру, и так далее, что-то вспоминать. Почему назван Аидом, то есть, вот это слово Аид в арабском языке, потому что от слова аада и ауд возвращается. То есть, он возвращается из года в год, к примеру, раз в год, раз в месяц, хорошо, раз в неделю, раз в пять лет, раз в три, то есть, после какого-то времени, определенного. Либо, допустим, первый понедельник, там, такого-то месяца, либо, допустим, там, последний день, последнее воскресенье, там, март, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, какой-то конкретный день, из года в год, из месяца в месяц, хорошо, и, то есть, аад ада и ауд, возвращается, и, и аад ада у нас, то есть, людям он как бы стал обычный, что они привыкли, что в этот день они собираются, и так далее. Также сказали, что некоторые, то есть, возвращаются к людям с радостью, и так далее, поэтому называется аид, то есть, аидом, переводим на русский, как праздник, как праздник. Вообще, с точки зрения шариата, что понимать под этим аидом, это собрание, которое повторяется, как мы уже сказали, допустим, из года в год, из месяца в месяц, каждую неделю, и так далее, и так далее, в привычном образе для людей, допустим, люди что-то отмечают в этот день, и так далее. И вот пророк, салалу ассаляма, спросил, было ли там одно из праздниц, из праздниц джагилии, в этом месте, то есть, было ли там какое-то собрание, которое было для них привычно, для них обычно, что они какое-то конкретное время собирались, возможно, какие-то обряды выполняли, и так далее. И вот здесь ученые говорят, что праздники бывают трех видов, праздники бывают трех видов. Первый праздник, это праздник узаконенный шариатом, или шариатский праздник, у нас два праздника, мы знаем все, два праздника узаконенный шариатом, это Айд-Аль-Фетр, день разгобения, и Айд-Аль-Атха, день жертвоприношения. Можно сказать, что третий праздник, это праздник недели, это Йома-Джума, праздник в том смысле, что мы собираемся, идем в мечеть, не в том смысле, что его отмечают, и так далее. Подобно Айд-Аль-Атха, Айд-Аль-Фетр. И, исходя из этого, мы понимаем, что все другие религиозные праздники являются запретными. То есть, то, что люди считают религиозными праздниками, будь то, допустим, Маулит, Ауль-Маулит-Набовый, так называемое день рождения пророка, саллаллаху алейху саляма, которое единогласно, что не было, во времена пророка, во времена сподвижника, во времена Табиэйна, во времена первых поколений мусульман, не было такого понятия вообще. И если бы в этом было благо, то они бы опередили нас в этом. Раз не опередили, то в этом нет нужды. Либо, допустим, Исраил Меорач, неизвестно изначально, неизвестно. Во-первых, Маулит тоже неизвестно. Хорошо, никто не знает, когда точно родился пророк саллаллаху алейху саляма. Разногласия есть в дате, разногласия есть в месяце, разногласия есть в году, в каком именно родился пророк саллаллаху саляма, по Григорианскому календарю. Есть разногласия, по нескольким мнениям, относительно каждого, дата, то есть день, месяц и год. Единогласно, единственное, что известно, в какой день пророк саллаллаху алейху саляма скончался, 12 века Аули. И этот день, что люди отмечают его Маулит, его день рождения, так называемый. То же самое касается Алисраиль Мярадж, то есть вознесение пророка саллаллаху алейху саляма, перенесение в Альххоз, потом вознесение на небеса. То же неизвестно, какой именно был день. Однако, что люди отмечают это в качестве праздников, какие-то обряды выполняют и так далее. Нет сомнений, что это является запретным, является нововведением, неузаконенным Аллаха, субхану Хуаталей. Если бы это было узаконено, то опередили бы нас в этом, те, кто лучше нас из числа сподвижников, табиэинов и так далее. Ибн Раджа Бальханбали сказал, основа в этом, что не дозволено, не дозволено, чтобы мусульмане считали праздником ничего кроме того, что пришло в шариате приказание, то есть приказ, что это является праздником или приписание, что это является праздником. Это что? День фитра, день разговения или Рамазан Байрам. Это Явм Адха, хорошо, это день же это приношение или же Курбан Байрам. День Ташрика, который приходит после Курбан Байрам. Это праздники, которые будут бывать в течение года. И также пятничный день, это праздник недели. А что кроме этого, говорит Ибн Раджа, все остальное, когда человек в качестве какого-то празднества берет себе, является бидра, является нововведением, в котором нет основы в шариате. Это первое, что мы сказали, религиозные праздники. У нас всего два праздника религиозных. Второе, это праздники многобожников, религиозные праздники многобожников, нет сомнений в том, что запрещено праздновать эти праздники. Запрещено мусульманам возвеличивать как-то эти дни, отмечать как-то эти дни, выделять как-то эти дни, дни каких-то, допустим, христианских праздников, иудейских праздников, многобожников, и так далее, и так далее, и так далее. В этом нет сомнений, и это является единогласным мнением ученых. Поэтому передается от Амр динь Аса, радуй Аллаху аню, субхану, устрашающие слова. Устрашающие слова от Амр динь Аса. Он сказал Кто живет в странах А'аджим, А'аджим имеется в виду неверующие. То есть А'аджим это не арабы. Он имеется в виду неверующие, среди неверующих. И справляет вместе с ними их наурус, их махраджан, это персидские праздники известные. И уподобляется им во всем этом до тех пор, пока не умрет, и он будет в таком состоянии, в таком положении, то он будет воскрешен вместе с ними в день воскресения. Это устрашающие слова. Потому что мы знаем, что в странах неверующих, когда мусульмане живут, очень часто, к сожалению, что они говорят Ну мы же среди них живем. Почему бы нам не отвечать? Почему бы нам их не поздравлять? Ну это же наши соседи, это же благочестие. Нет. Благочестие в данном случае это не является благочестием. Благочестие в другом. Хорошо. А именно в этом это не будет благочестием по отношению к соседям, по отношению к людям, которые живут рядом с тобой и так далее. Нет. Это будет уподоблением этих обрядах. Как я сказал, то есть Абдулла имна Амру имна Аз, что это, что будет человек этот воскрешен вместе с ними. Валяя Азабелья. Это второе, что мы сказали. Первое, это узаконенные религиозные праздники. Второе, это религиозные праздники многобожников, которые запрещено, не сомненно, отмечать, поздравлять их. Этими праздниками запрещено участвовать в них, дарить им подарки и так далее, и так далее. Третье, это праздники, которые не имеют отношения к религии. Нерелигиозные праздники. Как примеру, годовщина свадьбы. Отмечают люди годовщину свадьбы, хорошо? Или же, допустим, день независимости какой-то страны отмечают. И так далее. То здесь некоторые из современных шейхов, некоторые из современных шейхов сказали, что это является дозволенным. Потому что это не относится к религиозным праздникам. Это просто люди вспоминают, то есть собираются что-то вспоминают, допустим, делятся впечатлениями, там, радостью. Некоторые из современных шейхов сказали, что это является дозволенным. Другие же сказали, что это является запретным. Потому что это праздники. Потому что это праздники у нас передается, что от Анаса рады Аллаху что когда посланник Аллаха прибыл в Медину, то у них было два праздника. То есть у людей, которые жили в Медине, у них было два праздника, которые они отмечали, которые они собирались во времена Джагилии и пророк, салаллаху алейху ассаляму, сказал, поистине Аллах заменил для вас эти два праздника тем, что лучше, чем они. Это день жертвоприношения и день разговения. То есть, Айдуль-Фатр и Айдуль-Адха. В соответствии с этим, что более близко к истине это мнение. Насколько мне известно современных ученых большинство, что это является запретным. И в этом есть уподобление тоже неверующих. То есть, эти праздники изначально придумали неверующие, начали их отмечать. В этом Аллаху алим тоже будет уподобление им. Дальше, что касается того, чтобы поздравлять неверующих с их праздниками, то Ибн-Кайм он сказал поздравлять, говорит с какими-либо обрядами неверующими неверующими, которые являются особенностью, для них является недозволенным биттифак в соответствии с единогласным мнением. Как, допустим, он говорит поздравлять люди с их праздниками, с какими-то днями, в которых у них соблюдение поста какого-то особого и так далее. Говорят им с праздником хорошо благословенного праздника тебе и так далее. Говорят Такой человек, который эти слова говорит да, если он хотя бы от неверия избавится, но все равно он попадает что? Запретное. И это, говорит, подобно тому, как ты поздравляешь человека, который делает суджуд идолу. Представьте себе человек делает суджуд земной поклон идолу, ты приходишь и его поздравляешь с этим. Это же любой мусульман скажет, что это неправильно. Любой скажет. Так вот, когда ты поздравляешь его с праздником неверующих их, каким-то их обрядом, то же самое. Потому что их праздники они наполнены неверием. Допустим, то, что они говорят там, ну, любые праздники сейчас не будем уже подробностей примеры какие-то приводить. Что же касается принятия подарков и понятно, что подарки дарить им тем более нельзя, если их нельзя поздравлять в эти праздники праздники неверующих и подарки дарить тем более нельзя. Но принимать подарки от них, дозволено ли принимать подарки от неверующих во время их праздников, дозволено ли есть ту еду, к примеру, которую они преподносят тебе во время праздников. Здесь смотрим, здесь смотрим, если это касается, если это еда, это мясо, они тебе принесли какое-то мясо, которое они зарезали для этого праздника. Если это иудеи и христиане, именно, да, понятно, что то, что многобожники, там, еще кто-то зарезал, нам запрещено есть изначально. Иудеи и христиане зарезали животное ради своего праздника, принесли тебе мясо, дозволено есть или нет. Мы это говорили уже на прошлом уроке, да, разногласия разбирали относительно этого вопроса, сказать, что было разногласия среди сподвижников относительно этого. Если же это обычная еда какая-то, какие-то фрукты, просто они тебе принесли, поделиться своей радостью, так скажем, проблем нет, чтобы ты ел. Из-за тех фруктов, из-за тех вот сладостей, к примеру, проблем нет. И другие подарки тоже принимать дозволено, если они не являются запретными сами по себе. Кроме как, кроме как ученые говорят, что если это является именно шиар, именно является, как бы, да, особенностью этого праздника. Только вот этот праздник это делают, другие праздники это не делают. Допустим, куличи или как они называются, да, вот во время, когда у них Пасха, к примеру, приносят тебе. Нельзя принимать, потому что эта особенность, вот только этот праздник, другие праздники ты никогда в течение года нигде не увидишь. И то же самое касается праздников, приверженцев нововведения. Допустим, тебе приверженцы нововведения приносят какой-то их праздник религиозный, так скажем, да, там День Ашурак, к примеру, еще что-то, приносят тебе какую-то еду, к примеру. Это является особенностью этого дня. В другой день это не готовится, к примеру, да, тогда не дозволено это принимать, не дозволено принимать участие в этом. И, в общем, как сказал человек, то есть, в общем, что касается остального, то это является дозволено принимать. Поэтому Ибн Таймия, Рахима Алталай, говорил, Потому что, говорит, нет, то есть, ты никак не влияешь на их праздник, если ты не принимаешь от них подарки. Поэтому хукм, постановление относительно принятия этих подарков, будет это в праздник, будет это не в праздник, одинаково, разницы нет. Потому что в этом нет, говорит, поддержки или же помощи им в том, чтобы они распространяли обряды своей неверия. Тут то же самое касается, допустим, Дня Рождения. Допустим, у человека то, что называется сегодня День Рождения, в этот день он родился, прошло там 20-25 лет назад, 30 лет назад и так далее. И ему приносят подарок. Дозволено принимать или нет? В основе своей дозволенной. Принимать, подарок, дозволено, однако дарить, ты должен человек объяснить, что я мусульманин, я такие вещи не отмечаю. И завтра у тебя будет День Рождения, тебе не поздравлю, ничего не подарю. Поэтому исходить нужно из этого. На этом, наверное, мы сегодня закончим. Валлаху а'ламу, саллаху ассаляму, аля набина Мухаммад, аля алихи, ассахбе, альмайин, ажазаку, ахайра. Спасибо.